здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале я все чаще и чаще получаю удивительно приятные комментарии многие из вас мне пишут что у меня какой-то удивительный талант и видение и что мои ролики они больше похожи на маленькие документальные фильмы мне очень приятны эти комментарии но могу сказать что скорее всего при том что я очень люблю себя хвалить и нахваливать и вообще люблю себя скорее всего у меня нет какого-то выдающегося таланта уж тем более у меня нет специального образования которое которое позволило бы мне снимать каким-то удивительным образом скорее всего дело действительно в том о чем мы очень часто на этом канале говорим с вами общаемся в комментариях а я озвучиваю в своих видео красота она в глазах смотрящего на самом деле мир вокруг нас люди вокруг нас звуки вокруг нас они таковы какими мы их воспринимаем и по большому счету очень важно воспринимать мир очень красивым позитивным радоваться красивым людям вокруг и я на что смотрю то вам и показываю и к счастью на моем канале по всей видимости большинство людей которые умеют видеть красоту и умеют ее ценить я поздравляю всех своих прекрасных зрительниц с праздником весны с 8 марта и желаю всем абсолютно всем независимо от того зрительница вы либо мой зритель их меньшинство на моем канале но все-таки они тоже есть иметь вот эту возможность видеть красоту потому что мир действительно такой каким мы его видим и в конечном счете каким мы его видим таким мы его и воспринимаем я желаю чтобы ваше отражение в зеркале вас радовало чтобы вы прежде всего себя видели красивыми я желаю чтобы вы людей вокруг вас видели красивыми тех людей которые вас окружают в особенности тех людей которых вы любите я желаю чтобы действительно в ваших глазах была красота вне зависимости от того в какой стране вы живете, в каком регионе и в каком климате. Очень часто это бывает непросто. Очень скоро я запишу очень интересное видео и могу сказать, что действительно мир такой, каким мы его видим. Мы живем в зазеркалье. В итоге нам отражается все то, что мы проецируем в этот мир. Проецируем радость красоту, мы живем в радости и красоте. Всех с праздником весны. Сегодня я расскажу вам, отмечается ли в Италии день 8 марта и если отмечается, то как? Могу сказать, что для меня было большим удивлением, а точнее их было два. То, что действительно 8 марта это международный женский день. В Италии этот праздник знают, любят и его отмечают. Это было первым сюрпризом для меня. Вторым сюрпризом явился тот простой факт, что в Италии женщинам на этот праздник дарят только цветы и преимущественно этот цветок мимоза, точнее веточка мимозы. Именно веточка мимозы ассоциируется в Италии с женским международным днем. В Италии не принято поздравлять учителей в школах, не принято приносить им букеты с цветами, не принято поздравлять девочек в классе, потому что это не принято. Это делается внутри семьи. Более того, принято поздравлять, что называется, женщин в кругу своей семьи. То есть опять же коллег по работе, тоже другие мужчины, коллеги по работе поздравлять не должны. При этом праздник отмечается, очень часто люди выходят, но это не красный день календаря, как в России. И повторюсь, женщины на 8 марта не получают никаких материальных благ и подарков. При этом я до сих пор помню приложение Коммерсант, назывался Коммерсант Дейли, где накануне 8 марта выкладывались все те варианты гипотетических подарков, которые может получить женщина. И это были в основном украшения, это было всегда что-то очень дорогое, изысканное. Сейчас меня это, что называется, улыбает. Как принято говорить здесь в Италии, очень часто возвратные глаголы становятся невозвратными и наоборот. Да, сейчас мне кажется удивительным, насколько у нас в России этот праздник преподносится с достаточно неожиданной стороны. Я думаю, для большинства женщин этого мира в странах, в которых, где они проживают, действительно этот праздник отмечается. То есть люди знают о том, что это же международный женский день. Но именно в России женщина ожидает подарка. И принято дарить подарки. И мужчины готовятся. И именно 8 марта, наверное, день рождения, это те дни, когда женщина действительно получает подарок. Желательно что-то достаточно дорогое и достаточно желанное. Кстати, также обстоят дела и со днем влюбленных. День влюбленных в Италии отмечаются только влюбленными. Мужчины и женщины не поздравляют друг друга, если они не являются влюбленными. И уж тем более не дарятся подарки. Опять же, вспоминаю приложение «Кагрисандели», возможно, это приложение до сих пор существует. Я помню, как накануне 14 февраля начинали тоже выдаваться идеи гипотетических подарков. И все было из разряда золота-бриллиантов. 8 марта 2021 года. Это день, когда вступает в силу новой ГПЧМ. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Нет, уже совершенно не важно, ошибаются. Многие даже люди, которые годами здесь проживают, прекрасно владеют итальянским языком и проверяют новостные ленты каждый день. Сами итальянцы путаются теперь в новых законах, в декретах, которые дополняют к дополнениям, которые дополняют дополнения. Но в любом случае, с завтрашнего дня у нас очень многие регионы будут жить несколько иначе, в том числе регион Венету, в котором я чаще всего снимаю. И не знаю вообще, когда я смогу вырваться в другой регион. Меня часто просят поехать в Милан и поснимать там. Вы знаете, я с удовольствием поеду в Милан и приеду во Флоренцию, как только это будет возможно. Но именно 8 марта – это первый день, когда нам нельзя выезжать из собственного города, из города, в котором ты проживаешь. Исключение составляют вторые дома. В них, а точнее в города, где находится твой второй либо третий дом, ты можешь беспрепятственно переехать. А так, если у тебя нет каких-то рабочих обязанностей, если у тебя нет какой-то необходимости, связанной со здоровьем, то 8 марта ты проведешь в своем городе. Как будет отмечаться 8 марта в нашей семье? Да по большому счету, никак не будет отмечаться. Я уже много лет живу в Италии и привыкла воспринимать этот праздник так, как его воспринимают женщины здесь, в Италии. Я не жду подарка от своего мужа. И вообще, я рассказывала, возможно, новые зрители не знают, что в нашей семье мы дарим подарки тогда, когда случится оказия, а не тогда, когда стукнет и случится определенный день в календаре. Поэтому завтра, скорее всего, я получу цветок, и это будет именно цветок из супермаркета, потому что я долго приучала своего мужа к идее, что цветок из супермаркета ничем не отличается от цветка из питомника, кроме как своей цены. Я не люблю срезанные букеты, потому что после них нужно мыть вазу. Вообще, срезанным букетом и срезанным цветом нужно наливать и менять воду. Я не люблю этим заниматься, поэтому на протяжении многих лет, что на свой день рождения, что на какой бы то ни было другой праздник, как 8 марта, я получаю цветок из супермаркета в горшке, который потом, вы часто видите, украшает мои разговорные видео. 8 марта мы, как и многие жители Италии, не сможем выпить с мужем праздничный аперитив, мы не сможем с ним выпить даже кофе в кафе, потому что все кафе и бары закрыты, и потребление любых напитков и любой еды можно только на вынос. Поэтому мы возвращаемся к тому, к чему мои зрители привыкли очень давно, к бумажным стаканчикам и кофе в бумажном стаканчике. Ну что ж, мои прекрасные зрительницы, я от всего сердца поздравляю вас с 8 марта, с наступлением весны, желаю, чтобы у всех весна поскорее наступила, и действительно желаю иметь вам красоту в ваших собственных глазах, потому что мир такой, каким мы его воспринимаем. Стакан всегда наполовину полон, а не пуст. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Продолжение следует...